Мы начинаем нашу пресс-конференцию. Она сегодня у нас посвящена двум вопросам. Спикеры расскажут о программе самозанятости и переквалификации внутренних примеченных лиц. Затем перейдут к вопросу о доставке в Украину гуманитарного груза, а именно медикаментов. Именно над этим сейчас работают все украинские объединения и украинские рубежи совместно с Польским Центром Международной Помощи. У нас сегодня Алексей Алмазов, вице-президент по гуманитарным вопросам всеукраинского объединения и украинские рубежи. Виктория Булавина, координатор проектов. И Рафаэл Фарабиш, глава представительства Польского Центра Международной Помощи в Украине. Здравствуйте. Наверное, Виктория, дадим свое слово. Да, спасибо большое. Я рада сегодня представить проект, который начался в марте 2015 года. Это проект, который выполняется в рамках программы Международной Организации «Всесторонняя особичная подтримка внутренних перемещенных осип до острожда у населения в Украине». И мы делаем часть проекта, которая посвящена развитию самозанятости и переквалификации внутренних перемещенных лиц. На сегодняшний момент мы смогли подготовить к старту бизнеса, маленького бизнеса, именно самозанятости, и к старту переквалификации 575 человек. Из них выиграли гранты, которые, собственно говоря, гранта, особенность программы – это грантовая поддержка. Тех, кто желает действительно изменить свою карьеру, те, кто хочет начать свой маленький бизнес, самозанятость. Таких грантов на сегодня получено 270, и к настоящему моменту уже некоторые участники программы уже даже смогли отучиться на курсах и стартовать новую карьеру. И сейчас идет доставка грузов, а именно тех материалов, тех ресурсов материальных, с помощью которых люди смогут начать свою самозанятость. И я с радостью должна сообщить, что у нас стартовала вторая волна этого проекта, а именно у нас будут проходить тренинги, и мы объявляем официально о наборе групп, группы самозанятости и группы переквалификации в трех городах Украины, а именно это в городе Харькове, в городе Одессе и в городе Святогорск. Условия программы следующие, в том случае, если вы внутренне перемещенное лицо, и вам от 18 до 53, и вы являетесь женщиной, или вам от 18 до 57, и вы являетесь мужчиной, и у вас есть идея собственной самозанятости, то в этом случае вы можете подать на нашу программу, пройти тренинг, на котором мы научим вас писать бизнес-планы, затем защитить бизнес-план, и в том случае, если бизнес-план будет успешным, вы сможете получить грантовую поддержку в виде материальных ресурсов, прежде всего оборудования, на сумму до 650 евро. Второй вариант, тоже весьма привлекательный, в том случае, если вы хотите изменить вашу карьеру, вы чувствуете, что вам не хватает квалификации, не хватает знаний, или вы бы хотели кардинально изменить собственную карьеру, в этом случае вы можете пройти наш тренинг, поработать с нашим специалистом, специалистом, который поможет вам написать ваш карьерный план, затем защитить вашу заявку на обучение на профессиональных курсах, и получить грантовую поддержку, а именно оплату курсов стоимостью до 500 евро и длительностью до 6 месяцев. Это прекрасное предложение, я надеюсь, что многие им воспользуются. В том случае, если вы хотите воспользоваться таким предложением, пожалуйста, обращайтесь в адаптационно-культурный центр Акцентра в городе Харьков, который является координирующим офисом этой программы. Ну, что адрес сказать? Да, адрес адаптационно-культурного центра, это улица Дмитриевка, 29. Ну, имейл мы сможем выставить, это отдельно было постреливимо. Алексей? Ну, у нас это не единственная программа, у нас сейчас, ну, вообще нет, нет соцполитики решения о том, что груз, который мы собираемся вести, очень не гуманитарные, это медикаменты из Польши признаны таким гуманитарным, и теперь мы можем носить процедуру по доставке на территорию Украины и растамаживание, то есть прохождение таможенной асистки, и затем дистрибуции. Я должен сказать, что мы сами дистрибуцией заниматься не сможем, этих медикаментов, потому что медикаменты – это специальная вещь, и поэтому они будут направлены в лечебные учреждения из трех областей, из трех областей мы планируем, по крайней мере. Это Харьковская, Алтавская, Запорожская и Непропетровская области. Более подробно можете сказать? Ну, подробнее пока нет, я бы хотел добавить только что. Стоимость лекарств больше 80 тысяч долларов. Ну, и так, мы, наверное, имеем к вопросу. А может быть, это дистрибин? Долларов. 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 800 тысяч долларов. 800 или 800? 800. 800. Правильно, 800. Да. Да, 800. Хорошо, можно узнать поподробнее, что это за медикаменты, сколько, и как их будут распределять между пациентами, и вообще никакой областей. Пока не возможно, я могу только сказать, что это будет против запалной, медикаменты именно с часа. Ну, можно сказать, у нас это без кто был карталом, и есть приказ Министерства социальной политики, который говорит, что это нам разрешили без кто был карталом, распределяться он будет бесплатно, потому что гуманитарный вкус его нельзя продавать. То есть это не до продажи. Ведикаменты будут распределяться, скорее всего, медиками, врачами. Так что в любом случае, медикаменты – это такая вещь, которая требует специалистов. Кто может обратиться за этими медикаментами? Только для исследований? Пока еще никто. Пока мы еще его не везли, не растаможили, и мы не знаем, сколько займет у нас процедура таможенной очистки, потому что это самая сложная процедура, которая есть на любом случае. Это самый сложный гуманитарный груз, который есть – медикаменты. Это требует очень большого согласования через многие инстанции. Но мы надеемся, что мы осуществим эту процедуру быстро, ну, достаточно быстро. Вы надеетесь в каких салонах? Мы надеемся вложиться в месяц, но я не знаю. Все будет зависеть от того, как будет оперативно работать государственная служба Украины, потому что от них требуется согласование, разрешение и так далее. Процедура не началась? Нет, потому что, смотрите, груз не приехал, он не помещен на склад таможенного. Тогда будет начата процедура. Пока идут вопросы согласования документов. Это очень важная процедура, и она, как правило, длительная, но иначе это заранее. Я думаю, что мы его сделаем. То есть пока нам идут везде навстречу. А так посмотрим. Самый главный момент – это момент того, что груз должен быть признан гуманитарным. В настоящий момент, слава богу, есть приказ Минсуатсполитики, этот груз признан гуманитарным, мы можем его возить, и дальше уже начнутся такие уже более технические процедуры. Но самый главный момент – это то, что этот груз будет доставлен, поскольку есть уже этот приказ, есть разрешение на МОЗ. Это самое главное. Мы надеемся, что в скором времени в больницах и медучреждениях четырех областей Украины появится бесплатный бесплатный ресептол, прежде всего, широкого профиля, и, собственно, люди смогут им пользоваться бесплатно, поскольку он не для продажи. Это гуманитарный груз. И спасибо большое, собственно говоря, польской стороне, что именно в этот период, период зимы, период заболеваний, этот груз, мы надеемся, будет доставлен и будет распределен. Вопрос у польской сторони. Откуда деньги на гуманитарный груз в Украину? И почему вот именно такие лекарства, вот тут как бы ситок, были выбраны для него? Не могу ответить, потому что донор хочет остаться анонимным. То есть, я имею в виду, не называйте мне, что это один человек стал и решил стать донором, или это грантовая программа, или это какой-то благотворительный спор. Это личный донор. То есть, один человек дал 800 тысяч на лекарства? Нет, это компания. И почему такие лекарства были выбраны? Это было 3-м литонора, или это было еще какое-то решение, вот это происходило вообще с польской стороны? Я не занимаюсь медициной, меня сложно ответить на этот вопрос. Просто сейчас это такой, как универсальный препарат. Это универсальный антибиотик, ну, благодаря, легкий универсальный антибиотик. Дело в том, что в Харькове и в Украине вообще наблюдается дефицит вакцины, и так далее, и так далее, и так далее, я надеюсь, что мы поможем заткнуть здесь, сократить, по крайней мере, серьезную проблему того, что люди будут болеть ОРЗ и гриппом и тогда, ну, то есть, гриппом нет, это иерусная инфекция, но, по крайней мере, бактериальная инфекция, мы сможем снизить заболеваемость, потому что все отмечают, что у нас пока, пока, из-за дефицита финансирования, из-за проблем разного порядка, у нас все пока очень плохо с вакцины. То есть, при прививке, ну, давайте отвечать, как нет прививок, давайте, ну, как, хотя бы антибиотиками, это все, ворота за следующее. Будем минимизировать последствия. Я также вопрос в пользу, но, скажите, пожалуйста, ранее передавала центр в оборудовании какие-либо гриппом нетарные грузы, что это было за оборудованием в таком функции, и планируется, в будущем, подобные передачи, не обязательно. Подобная передача была на прошлом году в больнице Харковской области, тоже разные антибиотики. Кроме того, уже три раза въехал гуманитарный груз из Польши, но это было очень много томов, вместе. Один раз в Харковскую, один раз в Днепропетровскую и в Запорожскую область. Ну, это было там каждый раз 30-ти шестьян грузовиков, а последний раз это был наш совместный проект с Гузьманией. 150 тонн, я думаю, это было. Это были в основном продукты питания, гигиенические пакеты и школьные наборы для текаса. И еще вопрос. Сколько тонн будет весить данных? Ну, например, какой масштаб ожидается? Я могу сказать, упаковка в тонн, да, минимум. Давайте упаковку. 233 тысячи упаковок в МИСУПТО и 2300 упаковок в МИСУПТО и 2300 упаковок в МИСУПТО. В тоннах можете посмотреть в приказе Минсоцполитики, там они указывают и в тоннах, и в упаковках. То есть я могу выяснить, что более 250 тысяч? Не более 250 тысяч. Сам вес, сам вес небольшой, я не помню. Они древнёгенькие, то есть там вес до семи. То есть я имею в виду по количеству, то есть, конечно, не надо. Да, до 250 тысяч. Ну, 233 плюс 2,5, ну, то есть, да. Здравствуйте. У меня вопрос к Виктории относительно программы занятости и переквалификации. Да. Сколько людей планируется набрать в рамках второй полной этой программы? И могли бы Вы привести какие-то примеры, примеры переквалификации? Вот был шахтёр, стал каких-то там айтишников? Да, конечно. Спасибо за этот вопрос. В Харькове, среди жителей Харькова и Харьковской области будет набрано 60 человек. Среди жителей Одессы и Одесской области также будет набрано 60 человек. И среди жителей Донецкой области будет набрано также ещё 60 человек. То есть, в общем-то, это наша общая сумма. Второй волны это будет примерно 180 человек. Вполне возможно, что ещё если кто-то захочет записаться военнослушателем, или, ну, в общем, скажем так, эта сумма может быть чуть-чуть больше или чуть-чуть меньше, но где-то вот в этом районе. Если речь идёт о успешной переквалификации, довольно много женщин, они изменяют свой профиль работы с самых разных работ и начинают работать, например, во сфере салонных услуг. Это довольно популярное направление самозанятости. Ещё одно популярное направление самозанятости, которое прежде всего было связано с самозанятостью и переквалификацией. Но тут мне очень сложно говорить о, так сказать, разделять эти программы, потому что мы можем увидеть, как люди действительно изменили свой профиль работы. Например, те же самые шахтёры, переехав в аграрные области, стартуют свой агробизнес. Они для этого не проходят программы переквалификации, не проходят какие-то курсы, но они стартуют агробизнес. Это действительно очень серьёзные изменения в их жизни и серьёзные изменения жизненного плана и, естественно, тоже карьерного плана. Есть случаи, чтобы были шахтёрами и подались в айтишники. Скажем честно, такого случая у нас не было. По крайней мере, зафиксирован такой случай не был. Но есть, конечно, очень любопытные идеи. Есть действительно очень-очень разные проекты. Мы на протяжении вот этих месяцев, мы познакомились с огромным количеством людей, с огромным количеством идей. Всё-таки почти 600 человек, с которыми мы общались, идеи, которых мы обсуждали. Но довольно много людей, если речь идёт о старте самозанятости, они стараются продолжить как-то свою карьеру. Например, открыть собственный кабинет. Или иметь в виду, допустим, это может быть адвокатура. Или это может быть вот успешный проект. Я надеюсь, что скоро откроется социологического такого маленького бюро. Или это салонный бизнес, опять-таки открытие собственного кабинета. Если речь идёт о переквалификации, то тоже очень много разных историй. Но самое интересное, например, среди историй повышения квалификации, это, наверное, наш врач-медик, который прошёл медицинский курс. Действительно, они, наверное, дорогие, которые ему пришлось нам ещё доплачивать. 500 евро оказалось даже невысокой суммой для таких курсов. И я надеюсь, что он значительно улучшил свою карьеру именно как медика. То есть это, собственно, курсы по компьютерной диагностике. Как долго вам проходили это учение? О тренинге? Да. Тренинги в первой волне проекта, это были двухдневные тренинги. В этой волне проекта у нас будет однодневный общий тренинг, но мы до тренинга ещё делаем предтренинговые встречи. И, естественно, на всём протяжении написания бизнес-планов или карьерных планов чуть ли не каждый день наши тренеры работают в формате консультаций. То есть сам тренинг, он, в общем-то, небольшой, но ключевой момент – это то тренинговая и посттренинговая работа. То есть тренинг – это такой момент сбора полностью всей группы, там, где можно обсудить коллективом идеи. Ну и, естественно, очень важная процедура – это процедура защиты, поскольку там… Да, конечно, процедура защиты проходит, прежде всего, мы… То есть это защита не только перед представителями Украинского линия «Украинские рубежи», но и, прежде всего, нашими партнерами – Международная организация по миграции, которая инициировала этот проект. И комиссия в составе тренера, обычно руководителя проекта, то есть меня, и представителя Международной организации по миграции. На защите обычно представляют в виде презентации собственный бизнес-план или собственный карьерный план, в котором можно четко увидеть, собственно, к чему стремится человек, и затем ответы на вопросы. Ну и затем самое тревожное время, самое тяжелое время – это время ожидания принятия решения, поскольку решение принимается, к сожалению, не нами, а принимается оно Международная организация по миграции вместе с донорами для этого. Я еще хочу подчеркнуть, что те люди, которые выбрали самозанятость, они получают дальнейшую поддержку не только грантовую, но и консультационную. В режиме года они могут обращаться и обращаются с вопросами, которые у них возникают. Они могут проводиться нашим консультантам, бизнес-тренерам и подскаживать какие-то решения. Нашим юристам и нашим психологам. И также часть тех участников этого проекта, которые, собственно, выиграли гранты или не выиграли гранты, это уже не настолько значимо, они сейчас посещают нашу бюджетную школу, поскольку в адаптационно-культурном центре акцентр была открыта, стартовала с сентября месяца бизнес-школа основным тренером которой является Ольга Попова. Ольга Попова является основным тренером нашего проекта самозанятости. И, в общем-то, она ведет эту бизнес-школу, программа которой рассчитана на полгода. Поэтому мы, к сожалению, в акцентре не можем предоставить грантовую поддержку, но зато мы можем обеспечить знаниями, прекрасными консультациями и интересными программами. Кроме Ольга Попова, в этой бизнес-школе преподают и наши психологи, и наши юристы по разным вопросам, которые у людей возникают. Когда бизнес создается, кажется, что вот есть идея и все так. Потом, когда начинается реализация, выясняется, что есть даже психологические барьеры, которые не позволяют перейти, сделать какие-то вещи. Поэтому вот эти юридические вопросы, бухгалтерские вопросы, экономические, тем более в условиях, когда у нас сейчас меняется государственная структура, меняется структура администрирования бизнеса, мы ожидаем реформы налоговой инспекции. Будет возникать все больше и больше вопросов. Поэтому очень важно последующее сопровождение, чтобы люди, когда произвели какие-то изменения, у них было к кому обратиться и быть готовыми к этому. Да, и очень важно, чтобы были консультации действительно опытных и квалифицированных специалистов. Особенно это, конечно, касается юридических аспектов, налоговых аспектов и целого ряда аспектов, которые на уровне идеи пропускаются, на уровне реализации идеи, они становятся очень часто таким камнем преткновения и зачастую мешают реализовать тот или иной проект. Ну что ж, спасибо. Если вопросов больше нет, мы будем заканчивать. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.